говядину замариновали антрикот а это сыр моего не моего моего позу так идем даже не что грибочка доставать да пока сделаю замариную нормально грибочки тоже замариновала все готово серёжа пошел уже делать что-то я ставлю макароны корончики готовы так что серёжа грилит может сейчас оденусь тоже пойду к нему точно буду таскивать что говоришь мясо как вышла к серёжа я просто опасным положим а это готова не попробовал какие-то какие-то там же это на кстати да из крыши крыши сметает снег выглядывала ты чё там заходил только что вот я думаю вдруг ты уже все сделала и одеваюсь вышла а тебя нету хотел крикнуть отчеты уже все я думаю что вашу вообще смотрю там нет открыл дверь думаешь открыть платя нет и прямо так представляешь снег там сметает от ветра с крыши раз так удобно как на грамот эти решения кажется готова ну что какой по знаешь как по руке надо делать смотри вот на подушечку нажимаешь вот сюда вот это это значит вот это это будет значит 1 2 3 4 по готовности вот это будет самое готовое вот сюда нажимаешь мягкость будет разного потрогай мягкость вот так вот так родилась вот так совсем так вот по мягкости можно определять парадка определяет вот тебя же это где-то безымянный поле это средняя прожарка потому что полностью готова это будет вот этот мизинец кстати кто не знал вот вам лайфхак это правда это правда можно проверять то есть нажимаем на руку покажи вот нажимаете вот сюда основание и вот так меняется и вот самое неприготовлено это вот это и вот так все на мизинец то будет самое приготовлено я имею ввиду что если вы будете нажимать на стейк он будет такой же плотности червич и не знает что тебе дать нет ничего такого у нас котлета только но мы курицу то не купили завтра может кут сегодня котлеты поедем с мясом корона готова там за тебе в холодильнике в морозилке на соку кусок мяса это мама давала может его разморозить или чудо можно лежит уже год на больше вам давал по-моему год три назад чем моя мама жива была же явно а когда это было это мы приезжали что-то на манты привозила то есть это явно не год назад и не два я предлагаю разморозить дать ему края еще грыл что-то деревенский почему я его не готовлю куда кто-то и дал там деревенское мясо к это не знаю в общем речу можно я думаю нормально может он проварить чуть-чуть да на всякий случай морозить ножка проварить его тихо буквально ну речь тогда тебя такой кусок там ждет большой срок с макаронами в принципе все потемнели готова на минутку мы уже дома все видите какие красивые грибочки у нас получились друзья мы поужинали в общем теперь смотрим фильм фильмы у нас там серёжа в подборку сделал много фильмов которые вроде как хотели посмотреть но он где-то слышал про них и в общем у нас подборки очень много фильмов и вот мы стали смотреть еще когда стали смотреть игр мне кажется мы смотрели и в В общем, мы смотрим вот этот фильм, мы с Сережей говорим, мы его смотрели, но не помним, что дальше. Скажите, у кого так же бывает, что вы смотрите фильм, вам кажется, что вы его смотрели, но вы точно не можете сказать, что будет дальше. Ну, то есть, как бы, какие-то моменты вы помните, и даже помните, что будет дальше какие-то моменты, но в итоге, что будет в конце фильма, и чем он закончится, и как бы вот это, вы в общем не помните. То есть, вы помните какие-то куски из этого фильма. То есть я говорю, я помню, что там, ну, конкретно про этот фильм, что там они будут на футболе что-то, или баскетболе, ну, неважно, что они будут в, где они сейчас вот? Боулинги, да, что они там будут кого-то водить домой, вот все это я помню, но конкретно линию не могу составить. Я знаю, что удивительно, что у меня это началось, ну, может быть, лет 5-7 назад, 8. То ли слишком много смотришь, твой мозг уже перегружит. Все фильмы, которые я смотрел в детстве, эти советские, потом вот эти вот подростковые возрасти, потом, ну, я все помню, по-моему, Селин Калет, по-моему, все остальные. Это «Звездные войны». Да, да. А с какого-то момента я вообще стал забывать. Да, то есть имеется в виду, что вот какие-то последние годы мы смотрим фильмы, ну, да, довольно часто смотрим. Не, смотрим вот эти фильмы, и вы понимаете, мы вроде бы, когда начинаем их смотреть, мы понимаем, что мы смотрели это. Но сказать конкретно, что это за фильм и чем он закончится, мы не можем. Но иногда мы говорим, вот сейчас она будет выкидывать вещи, она выкидывает вещи. Сейчас они точно поругают, и они ругаются, потому что мы это помним. Но дальше ничего. В общем, я думаю, что это мозг, знаешь, перегружен уже. То есть в детстве правильно ты смотрел фильмы, но как бы там было дозировано. Когда начинаешь слишком много всего смотреть, то у тебя уже эти фильмы превращаются в какую-то кашу. И на самом деле, если ты через 3-4 года начинаешь, ну, их пересматривать, то ты просто, ты понимаешь, что да, это было. Твой мозг это помнит. Но ты не помнишь вообще, о чем. Дежавю! Дежавю, да. Знаете, дежавю офигенский фильм. Советский дежавю. Кто не видел, посмотрите. Очень классно. Вот, в общем, пишите в комментариях, бывает ли у вас такое, что вы начинаете смотреть фильмы, понимаете, что вы его видели, но понимаете, что вы абсолютно не знаете, что будет дальше за сюжет, только некоторые моменты. Друзья, всем привет. Посмотрите, какой супчик я заказала из ресторана. Готовить ничего не хочется. Строения так нету. Снимаю мало. В общем, это сумчик томт-кап. Здесь имбирь. Ну, в общем, и кокос, имбирь и много еще каких-то других ингредиентов. Грибы какие-то такие. Мята, лук. Грибы черные. Да, там грибы древесные, грибы шампиньоны, курицы, все такое. А Сережа заказал себе, на ложку не смотрите, он маленько ест, гороховый суп. Вот так что обедаем, можно сказать, ужины. Да, мне нравится, очень вкусно. Имбирь, видите, тут прямо. Это столько супер, это козу второй раз, мне очень нравится. Так, попробуем это кокосовое. Горяченько. С остротой имбирь чувствуется прям. Ну что, очень даже нормальный, острый. Так что, приятного нам аппетита. Том-кха, если что. Суп называется. Супчик очень вкусный. Я такой еще не пробовала. Том-кха. Том-ян. Как ты его ела? Можешь, даже сама его не сделаешь никогда. Ну там имбирь, мята. Ну что, а зачем мне самой сделать? Я говорю, что я не пробовала, никогда не заказывала из ресторана еще этот вот суп. Вот, но мне понравилось. Мне казалось, что ингредиенты такие, кокос, мята, имбирь, курица, грибы, лук. Там листья еще. Салата были. Вот, но не очень вкусно, очень. Прямо такой остренький. И мне понравилось. А это, друзья, у нас осталось и вчера. Это Сережа жарил эти стейки, которые мы покупали. И на даче так их не пожарили. В общем, здесь он жарил в сковородке гриль. Да, в сковородке гриль жарил, который у нас есть. И макарончики тут еще. Всем привет, друзья. Сегодня готовят кушать, а я расскажу историю. Сейчас опять телефон звонил, как обычно, периски. Мошенники опять активизировались. И вчера тоже такой же был звонок от жуликов. Позвонили, не разбудили. Я сонным голосом. А он позвонил и говорит, Следственный комитет, что-то там в Москве, ля-ля-ля-ля. А я обычно так и делаю. Да, они так говорят. А я что-нибудь сказал? Сонным голосом. Что, нашли уже? Он говорит, в смысле нашли? Я говорю, ну машину нашли уже. Да. Он говорит, нам плевать на вашу машину. Я, знаешь, что я рука закрываю? Я вам сказал искать машину ищите машину. Вот так с ними надо разговаривать. Да, смешно. Вообще просто. Я реально так говорю, вы машину нашли? Я вам сказал искать машину. Вот так прикалываться надо. Готовлю котлетки. Могопила. Фарш у меня был. Замороженный. Сама его перекручивала и делала заготовки. Фарша. И вот сейчас достала сегодня. Решила котлетки пожарить. У нас пюрешка есться вчера. Не готовили, как готовили. Сережа, да, готовила. Не готовили, как готовили. Но еще макарончики. Потому что пюрешки уже не так много. Так, значит, получается вот так. Видите, макарончики я взяла, котлетку. Это лобио и лучок. А Маша просто котлетку с макарончиками. Чай у меня тут. Горошек, мам. Горошек, не знаю. Посмотри. Может, ты доела его уже? Маша с горошком будет, а я с фасолью. Еще забыла чесночный хлебушек взять. Чесночный хлебушек. Очень вкусный с такой помазкой. Дайте. И Маша мне еще горошек тоже даст чуть-чуть сюда. Так, еще? Да, идеально. Вкусняшка. Пойду смотреть кино, фильм. Приятного аппетита. Всем приятного аппетита, дорогой. Продолжение следует...